Продолжаем выпуск. Бюджетники Аскизского района две недели ждали своих зарплат и неизвестно еще сколько бы провели, проверяя пустые счета, если бы не вмешались СМИ. Только после обращения к журналистам республиканские власти отреагировали. Но, как выяснилось, проблема оказалась намного серьезнее. Продолжит Ольга Стрельмах. Статус бюджетника, похоже, уже не гарантия стабильности. В Аскизском районе заработанные деньги люди ждали две недели. Рассчитаться за сентябрь с ними должны были еще до 15 числа этого месяца. Средства перечисляет Минфин республики, дотации на выравнивание и сбалансированность бюджета и субвенции для поселений. В общей сложности 25 миллионов рублей, в том числе около 6 миллионов зарплата для работников бюджетной сферы. Министерство финансов республики еще на прошлой неделе задержку признали и заверили средства, перечислят в течение нескольких дней. Но счета муниципалитета еще сегодня утром были пустыми. В адрес районного управления финансами посыпались жалобы от населения. Как стало известно, уже перед самым выходом материала в эфир, то, что деньги перечислены и уже поступают на счета работников. Но радости в администрации Аскизского района мало. Как выяснилось, проблема гораздо глубже. Лимит на дотации закончился сразу в трех поселениях. Базинский сельсовет, Пуланкольский и Усть-Камыштинский. Другими словами, платить зарплату три последних месяца в этих территориях нечем. Уже в ноябре понадобится сумма больше миллиона рублей. Где их брать, неизвестно. У нас на районном уровне мы данный вопрос не можем решить. И так в течение года мы помогали. Четыре с лишним миллиона из районного бюджета им дополнительно выделяли. А республика у нас, к сожалению, всегда молчит. Ответы они нам не пишут. Я знаю, что ситуация в Таштыбском районе ни лимитов, ни денег на сегодняшний день. И они вообще не знают. У них зарплату. Я не знаю, как они собираются выплачивать. Им-то даже дотация не пришла. Проблема, как снежный ком с каждым днем только нарастает, в муниципалитетах признают. Вопрос дотации сегодня не просто назрел. Ситуация на грани. И чтобы не доводить до предела, районные власти сами инициируют встречу с губернатором. Осталась одна надежда. На эту личную встречу с народным главой. Ольга Стельмак, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.